Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это выпуск рубрики «Мнение дилетантов». Сразу прошу прощения, что я буду периодически вот так в тень уходить, очень яркое солнце, и постоянно мне сидеть вперед не очень удобно. Этот выпуск называется «Русский бунт бессмысленный и беспощадный». Меня просят меньше делать политических видео на канале, и я не думаю, что это такой уж разговор о политике, это скорее о социальном явлении, о том, как русский народ реагирует обычно на то, когда власть его притесняет или несправедливо с ним обходится. И это действительно видео о том, чтобы поспорить, высказать разные мнения. Давайте я начну издалека, потому что, собственно, к мысли об этом видео я пришел очень странными окольными путями. А началось все с оперы. Во время просмотра, ну, Метрополитен-опера нью-йоркская транслирует в прямом эфире на много стран света свои оперные постановки. И во время одной из таких постановок я с иностранцем стал обсуждать оперы Мусоргского. Мои давние зрители, наверное, в курсе, что я очень люблю Мусоргского. Одна из моих любимых опер – это Борис Гадунов. И иностранец не очень понял, что за юродивый такой. Я потом, кстати, посмотрел в Википедии «юродивые». Слово «юродивый» даже на английский не переводится. Оно так и пишет «юродивый». Я ему объяснил, что это вот в православной России во времена царя были блаженные люди, которые вроде как буйно помешаны, поэтому они могли говорить все, что угодно, и их, в общем-то, было запрещено трогать, потому что это блаженный святой человек. Это очень неплохой инструмент как раз для постановщика, то есть вы с помощью этого персонажа можете вводить такую линию правды. В случае Бориса Гадунова блаженный «юродивый» говорит о том, что он убил царевича Дмитрия, и там знаменитая ария «юродивого» говорит «Нет, Борис, нет, Борис, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не вели». Ну или еще тоже знаменитая ариоза, когда украли у нищего копеечку. Я вот это начал объяснять и постепенно перешел к, опять же, опере мусоргского «Хованщина». Привет Юрию Хованскому. Там есть главный герой Хованский, один из героев, так сказать, Хованский, но среди прочего там есть линия староверцев, староверцев, их предводители Досифея. Они, извините, спойлер, в конце «Хованщины» они сгорают заживо все. И вот тут, собственно, я и подхожу к теме видео, потому что, когда я объяснял иностранцу о вот этих староверах, он меня спросил, в чем разница. Потому что он это воспринимает, как в западном христианстве было католичество и протестантизм, произошла реформация. То и, собственно, можно сказать, в некотором смысле и в православной ортодоксальной церкви в середине 17 века тоже произошла реформация, после которой остались староверы, которые не захотели к новым переходить порядком. Ну и современная православная церковь, которая, собственно, после этой реформации существует. И этих староверов преследовали, куча людей погибла. А теперь думайте, из-за чего. О, какие основные отличия после реформы между староверами и нами? Три важных... Там есть, конечно, по мелочи, но три самых важных отличия. Во-первых, мы теперь крестимся тремя пальцами, а не двумя. То есть до этого двумя пальцами крестилось, теперь тремя пальцами, да? Второе, в молитвах надо Аллилуйя три раза говорить, а не два. И третье, в слове Иисус надо писать две и, и они одно. То есть староверы пишут Иисус, а новая вера два. И Иисус, да? Вот это, собственно, все. Ну, вы можете залезть там в справочники, почитать более глубокие отличия, но вот самое основополагающее, это вот эти. Если между католичеством и протестантизмом основополагающее различие именно в идее, протестантизм более простая форма христианства, без возвышения священников, когда ты просто обращаешься к Богу в молельных домах, не важно, как там облачены эти священники и так далее, и так далее. То есть это вообще различие в идеологии, различие вообще в образе жизни очень важное. И, кстати, обратите внимание, что современные ведущие западные державы, они в самом себе протестантские. То есть это Германия, это Беликобритания, это США. То в православной церкви, которая была в России по-хорошему, никакого отличия нет. Неужели вы считаете, что чем-то отличаются люди, которые крестятся двумя пальцами а те, которые отвечают, крестятся тремя пальцами. Отличная параллель вот с этим различием есть у Джонатона Свифта в путешествии Булливера, там в стране лилипутов, король приказал бить, я не помню точно, то ли только с острого конца, то ли только с тупого, потому что принц, когда разбивал яйцо с одного из концов, порезался с горлупой и вышел закон, чтобы яйцо надо бить только с острого конца. И развернулась борьба между тупоконечниками и остроконечниками. Труды, войны, бунты, одного короля сбросили и так далее и так далее. То есть примерно вот такая же аналогия. И к чему тут вообще название видео «Русский бунт бессмысленный и беспощадный»? Кто не помнит, это цитата из «Капитанской дочки Пушкина». Там главный герой это произносит, глядя на зверства подручных Пугачева. То есть это все происходит во времена восстания Емельяна Пугачева. Главный герой там как раз в Оренбургской губернии находится. Даже попал. Он не будет искать капитанскую дочку, господи, ладно. Вот у меня полное ощущение, что русский народ начинает бунтовать совершенно не по тому поводу, по которому требуется. То есть у него в какой-то определенный момент срывает крышку, то есть переполняется чаша терпения. Причем это может произойти в самый неожиданный момент. И начинается вот этот бессмысленный, потому что это происходит по неочевидной причине. Это происходит из-за какой-то в некотором смысле пустяка. А беспощадный, потому что попадает под раздачу все, он кровавый, он очень жестокий. И это происходило во все времена. Пример с этими староверами. То есть, казалось бы, зачем им бунтовать вообще в принципе? Это не самая важная причина. Но для этих людей, где они жили, это уже оказалось последней каплей отмороженности власти. и они решили, слушайте, ну вы достали нам говорить, как креститься. Идите вы в жопу, извините, да, давайте бунтовать. И под это все там, они заживо горели, бились. Ну, то есть, серьезные были столкновения с этими яицкими казаками в восстании Емельяна Пугачева. Бунт, причина бунта была, мол, Петр Третий, типа, не умер, он Емельян Пугачев, давайте его посадим на трон, и он нам лучше сделает. Хотя, ну, естественно, там притеснялись яицкие казаки. Кто вдруг не слышал такого выражения, как яицкие казаки, напомню, что после бунта Емельяна Пугачева Катерина Вторая приказала реку Яек переименовать в Урал, в стиле это уральские казаки. Власть делала что-то, что местным жителям, казакам, было неприятно. Но смысл восстания оказался очень странным. Типа, убрать одного монарха, посадить другого, система никак не поменяется, мол, этот монарх будет лучше. Хотя, причина недовольства совершенно в ином. Ну, и беспощадность, убивались помещики, все это разворовывалось, и, в принципе, идеи, какой-то цели у этого восстания серьезный не был. Давайте вспомним революцию 17-го года, хотя до этого была революция 1905-го, когда была расстреляна демонстрация, нижняя демонстрация, причем про монархическое, там люди просили определенных изменений в законах, шли с портретами царя во главе с попом Гапоном, и демонстрация была расстреляна, много людей погибло, и это в некотором смысле послужило первым кирпичиком последующей кровавой революции революции 17-го года, потому что сначала была февральская, а потом уже октябрьская и кровавейшей гражданской войны. В итоге в власти приходят большевики, что за несколько лет до этого вообще казалось невозможным. У них даже в Думе было мало мест, и история страны идет по совершенно другому пути. Ну и беспощадность этой революции я думаю никем не оспаривается, когда матросы расстреливали офицеров своих кораблей, это же поможет прийти новому миру, правильно? Когда попов вешали, я понимаю, они заслужили это, то есть нынешнее священничество, которое в России есть, оно тоже напрашивается на то, что к нему будут относиться без всякого сожаления. Но вешение, убивание священнослужителей никак вашу жизнь не улучшает. Вот в этом беспощадность пункта. Бессмысленность и беспощадность. Я уже постепенно подхожу к нынешним временам. В России много проблем, реально, по поводу которых стоит выступать. Но дело в том, что когда оппозиционные политики призывают выходить на митинги против реальных проблем, народ смотрит на них как на большинство народа, я имею ввиду, смотрит на них как на врагов каких-то и говорят мы не хотим вмешиваться в политику. Хотя я уже миллион раз в своих видео говорил, что политика это и есть жизнь ваша. Жизнь это и есть политика, когда вы политическими мерами общением с вас держащими или с другими людьми добиваетесь, что как вам кажется улучшит вашу жизнь. И вот сейчас я постоянно возвращаюсь к этому ужасу, который в Кимерово произошел, я об этом писал у себя в сообществе. На следующий день родственники жертв этого пожара собрались на площади и к ним вышел один из заместителей мэра или заместителей губернатора. Один из родственников что-то начал в сердцах говорить, кричать, и этот чиновник его попытался заткнуть, вы тут пиаритесь, кто вообще такой, что вы тут выступаете, вы тут пиаритесь. и этот мужик ему сказал, мол, у меня вообще-то вся семья погибло, трое детей, жена и сестра, по-моему. По-моему, так. И я до сих пор не могу понять, почему этот мужик перед ним это Востриков его завод, он сейчас там знамя борьбы с несправедливостью, и я не могу понять, почему этот мужик перед чиновником оправдывается, вместо того, чтобы просто дать ему плюнуть в лицо, дать ему в рожу. То есть это вот сейчас именно такая у него ситуация в жизни, когда нормально протестовать и противостоять тому, что произошло. Причем политика, это не свержение власти, это требование нормального обращения с собой. Это нормальный бунт, вот тут он будет не бессмысленный и не беспощадный. Вы сможете решить проблему хотя бы с обеспечением нормальной безопасности в торговых центрах, с тем, чтобы проверяющие органы начали нормально работать, а не так, как было с этой зимней лишней. Вместо этого человек начинает оправдываться и доказывать этому чинуше, что он кто-то и право имеет. И вот это опять очередной пар под крышкой, который накапливается. Он накапливается, накапливается и я не знаю, когда рванет, может и не рванет вообще никогда, может что-то будет по-другому меняться, но у меня полное ощущение, что опять накапливается вот этот бессмысленный и беспощадный бунт русский. Потому что в нужных местах, в том месте, где действительно надо устроить бунт, ну типа забастовку, там, митинг, показать недовольство свое, русский человек сдерживает себя за чем-то. вот сдерживает, типа, ну не будем накалять, не будем призывать к чему-то, а все заканчивается бессмысленным и с беспощадным бунтом на ровном месте, просто не пойми из-за чего. И это вот собственно показывается в том же, в той же Хованщине, в той же, кстати, почему Звягинцев гений, например, было это и в Левиафане показано, только там бессмысленный и беспощадный бунт главного героя был против себя направлен. Там просто было уничтожено, он сам уничтожил себя и свою семью, все, что он смог, это пить и потерять все. И, кстати, на примере русского бунта я еще могу показать разницу между русскими, белорусами и украинцами. Обратите внимание, это совершенно разное отношение к этим проблемам. То есть, ну, как мне кажется, опять же, я напоминаю, что это все дискутивная тема, мы будем спорить с вами в комментариях. Белорусы это люди на болоте. И если у русских накапливается пар, и у них потом происходит такой бунт, то белорусы просто тихонько типа уходят на болоте. Если какая-то проблема, ну, метафора, но тем не менее, так по Беларуси прошло огромное количество войн, она маленькая страна, то, собственно, кто выделывался, оставался на месте и пытался противостоять захватчикам, они погибли. А все, кто при виде и звуках опасности собирал манатки и валил на болото, а то дофига болот, там отсиживался и возвращался обратно, они выжили. Сейчас составляет большинство населения страны. Поэтому и про белорусов говорят, что они померковные такой характер. И в некотором смысле свои проблемы перетерпевают. Они решают. это есть такой старый анекдот, когда, ну я не помню полностью его рассказывать, когда белоруса повесили, а он не умер, потому что повесел, повесел и привык. А у украинцев другая запорожская сечь, вольность, вольница, и они очень быстро начинают всякие восстания, митинги, Майданы и так далее. Я не хочу сейчас вдаваться, что из этих национальных черт наших характеров лучше или хуже, но различия вы видите, да? В этих двух словах бессмысленный и беспощадный, конечно, больше всего расстраивает слово бессмысленный, что русские бунты, они они обычно очень бессмысленные. То есть накипело, пошел всех убивать вокруг, кровь льется рекой, а проблемы мало решаются. Игорь Куперманный писал замечательное стихотворение по этому поводу. А может быть извечный кнут повсюдный, тайный и площадный, и поразил российский бунт бессмысленный и беспощадный. Здорово, ребят, просидел всю запись с микрофоном вот так и только потом увидел, что в общем хреново я записывал звук, поэтому в видео будет плохой звук переписывать все заново, просто нету времени, вы уж простите меня, пожалуйста. Ну и вот как итог фразы из «Капитанской дочки», в итоге бунт Емельяна Пугачева ничего не достиг, беспощадно, наоборот, была уничтожена скорее промышленность, то есть ударил по своему народу же, те, кто работал на всех этих заводиках, куча народу погибло и не достиг ничего, но нельзя же считать достижением переименования Яйка в Урал. Из последних, в некотором смысле, бессмысленных и беспощадных бунтов, я бы вспомнил, наверное, в Берулево вот эти события были и Манежную площадь в 2010 году. Тоже не пойми, почему началось, не пойми, чем закончилось, правда, ну, беспощадности там не было, слава богу, по-моему, никто не погиб. И дай бог, чтобы в России не было нового бунта бессмысленного и беспощадного, но, к сожалению, я думаю, мы их увидим еще немало впереди. На этом все. Вы видели и слышали Алексея Халецкого. Жду ваших мнений в комментариях, но прошу, чтобы они все-таки были осмысленными. Всем пока.